здравствуйте уважаемые друзья вас приветствует программа знаки это программа не о политике о людях и звездах и здесь мы смотрим гороскопы разбираем натальные карты строим астрологические прогнозы и даем советы для вас эту программу ведут как обычно астролог сергей сгодинский и моя коллега ксения мавлютова добрый вечер дорогие наши телезрители с новыми силами врываемся в наш новый астрологический сезон напомню что каждый понедельник в 16 00 вы можете звонить по номеру телефона 8 911 300 13 77 и мы сергей михайловичем с удовольствием будем отвечать и стараться ответить на ваши вопросы да мы будем отвечать и знаете как вы будете кричать а я буду отвечать и поздравляем всех с днем знаний с днем знания все пошли еще мы об этом скажем одни знания несколько слов я хочу напомнить что вы можете нам звонить прямой эфир вы можете нам писать писать нам в астрологический центр знаки здесь есть раздел который называется ваши вопросы астрологу к ст вот у нас 31 августа вопросит какой-то волос да обязательно мы посмотрим и здесь есть раздел обучение астрологии есть отзывы и предложения и тарифный план все все у нас здесь присутствует кроме того хочется сказать что теперь вы можете наш прямой эфир смотреть не на телевизионных приемниках не значит в интернете там в какой-то записи на сайте а в прямом эфире с помощью программы telegram telegram то есть открываете telegram добавляете туда арктик тв и круглосуточно арктик тв в социальной сети или как это правильно в мессенджере в мессенджере telegram ведет постоянно прямой эфир и то есть вы в 16 часов каждый понедельник 16 часов включаете прямой эфир просто нажимаете там присоединится присоединится да и смотрите нас прямом эфире и здесь же можете нам звонить и задавать свои вопросы то есть теперь мы охватываем можно сказать всю вселенную с помощью телеграма свободу павлу дурову даешь telegram даешь арктик тв да это очень я считаю расширить нашу аудиторию и люди которые не могли наши телезрители которые не могли там например да асма где найти где артик ты вот спрашиваю если в манчегорске арктик тв а теперь он есть и везде потому что telegram дает возможность дает возможность везде максимально то есть звоните в другие города подтаскивайте или как сказать подтягивайте сейчас правильно подтягивайте своих родственников знакомых то есть мы теперь вещаем на всю планету 16 часов по московскому нам и мечталось когда но просто какой-то прорыв прорыв эпохи водолея вот это все новая эпоха теперь водолейши у нас уран да конечно число компьютеризация свобода и астрологии да и это дает какие большие возможности до коммуницировать на всю планету чтобы все это сделать да вот видите новая эпоха и у нас даже есть такая лекция кстати с вами которая называется эпоха водолея новые возможности и как жить в эту эпоху водолея человек на что обращать внимание как пользоваться астрологии так далее и вот мы с ксенией хотим вот эту лекцию прочитать информация прочитать и она такая еще взаимоинтересная и нам и слушателям да там интерактив такой должен быть и мы вот хотим такую лекцию прочитать мочегорский этой осени и вот попробуем попробуем конечно тоже проанонсируем для вас специально в прямом эфире расскажем когда это будет да но поскольку день знаний сегодня такой уже как тот день когда вышли на работу все учителя и ученики на учебу и у нас же тоже есть учеба конец астрологии это древняя система знаний и чтобы ее понять тоже учиться надо да и поэтому дорогие друзья с октября в астрологической школе знаки начинается учебный год это произойдет воскресенье 29 то есть мы воскресенье 29 сентября состоится встреча с астрологом основателем астрологического центра знаки и арктической ассоциации астрологов а также телеведущим сергеем с грязинским то есть со мной встреча состоится в конференц-зале арт-библиотеки города мурманска на улице карла маркса 29 начало в 14 часов продолжительность один час ну может два часа как разговор пойдет приглашаются все желающие интересующиеся древней системы знаний о звездах и космосе на встрече обсудим возможности современной астрологии что она может а что нет растущий интерес к деятельности профессиональных астрологов также поговорим о работе астрологической школы знаки и кстати обсудим ближайшее солнечное затмение и приходите приводите своих друзей и знакомых особенно приглашаются те кто хочет вот учиться астрологии а также кто не хочет учиться астрологию тоже подчеркнет себе много интересного думаю в этой встрече мы будем дальше дублировать вот эту информацию и напомним вам обязательно они следующей программе супер приглашаем всех желающих сергей михалыч хотелось бы осветить что сейчас происходит на звездном небе потому что на этой неделе достаточно много астрологических событий например завтра что новолуния в деве рекомендуется заняться здоровьем перебрать бумажки начать какой-то анализ и все то что мы любим так говорить про делу также планета марс переходит в свое особое положение врага знак рака где пробудет долгих два чуть больше двух месяцев да что еще мы с вами видим вроде бы я все учла но вот вы сказали про новолуние в деве да и она же будет напротив сатурна совершенно находиться до планета сатурн жесткости твердости волевых решений порядка кстати с девой перекликается вызов новолуние в новолуние это очень ведь хорошо какие-то начинания делать и вот если вы хотите что-то упорядочить что-то направить в рабочее нужное русло что-то вы хотите сделать таким образом чтобы было четко структурировано и правильно и это начинать надо конечно новолуние но в сам момент новолуние лучше конечно задумать за весь этот процесс и через парочку дней начинать и тогда все эти начинания могут пойти самостоятельно а сегодня ведь и перед новолунием второе сентября не лучший день да я все будет я министром образования я бы сказал что третьего выходим на учебу но если бы он с новолунием и работал да скажите а сегодня 29 или 30 29 29 то и вот и нам тоже вот так вот тоже выходить но что поделаешь что мы призваны понимаете для наших замечательных телезрителей это как например мои друзья или знакомые которые спрашивают так с понедельника я худею или с понедельника бросаю какую-нибудь вредную привычку я всегда говорю рекомендую начать это не с понедельника в новолуние то есть как я говорю не по социальному календарю как природа заведовал как куда природосообразная совершенно верно и эффекта будет больше да потому что сама луна представляете своей мощью и весом а также размеренным движением будет подталкивать вас в нужное место и в нужное время и а сегодня 29 лунный день то есть лучше давайте-ка поскольку опять это к этому порядку приходим давайте-ка сегодня все выбрасывать все выбрасывать у вас еще есть сколько 6 градусов остается 12 часов 12 часов на то чтобы выбрасывать вот все что вам надоело вот прямо сейчас сегодня вечером уважаемые телезрители надо подойти открыть шкаф и посмотреть что же там находится лишнее что ненужное что и даже если вы сомневаетесь выбрасывать не выбрасывать не не сомневайтесь выбрасывать чтобы на место старого пришло новое ну когда что-то закрывается обязательно что-то и открывается и если вы завершить какой-то процесс хотите то лучше сделать это вот прям сегодня он сегодня и будет тогда вам счастье обрывать ненужные связи мышцы говорим про вещи на самом деле тут большие философские такие элементы приходят что надо обрывать ненужные связи надо завершать процессы надо останавливать все что мешает дальше двигаться все что в виде сатурна вот это чемодан без ручки который мы с вами тянем мы все вытянем и у всех у нас очень много энергии уходит в пустоту как-то это все поддерживается вот этот хлам хлам во всех направлениях во всех отношениях назовем это так хлам в голове хлам голове да но его отпустить на рассложнее всего но если начать с вещей за тех отношений то это знаете как у ребенка связана моторика рук да и развитие головного мозга то есть мы что-то не можем доделать но моторикой мы начинаем что исправлять и так далее и здесь вот в астрологии те же самые принципы да совершенно очень интересно так ну что в оппозицию к сатурну еще нам просто добавляет и такой же энергии больше порядка и знаете вот марс вот это да тоже вот как синя отметила он такой там особенный в раке но в раке то он защитник защит защитник вот эти два ближайших месяца пока он то будет идти это вот выстраивание какой-то защиты набор каких-то качеств которые позволят человеку не допустить к нему чего-то нехорошее да он будет волноваться он будет расстраиваться конечно не надо очень сильно налегать вперед там лезть слишком вперед лезть но защищать свое пространство браки быть более осторожным более осторожным из болтуна перешли в рака да кстати из контактов в семью еще можно такой задать пожалуйста напомните телефон конечно дорогие телезрители номер телефона прямого эфира 8 911 3 2 0 13 77 я надеюсь сегодня наша линия в рабочем состоянии все могут дозвониться да все могут дозвониться и смотрите нас в прямом эфире мессенджер телеграм канале арктик тв напоминают да да и вот смотрите что происходит сначала года два назад телеграм хотели закрыть и вода чем это было сразу же не помню а что-то там а дуров кому-то не понравился очень здесь а теперь вот блокируют другие так сказать ну это какие-то перипетии слава богу все на месте и там наша передача из прямо сейчас вы там нас видите это клево это здорово да да перейдем к вопросу и ведем прямо да так хочется уже все это смей сергей михалыч ну что ж 15 июня начнем давайте это же получается ли все лето что ждали с прекрасным звучным именем ангелина нам задает вопрос родилась ангелина 28 05 99 в 23 20 в городе омске интересно нам из омска пишут или из мурманска мы теперь умеем и из нью-йорка будем теперь вопросы надо пик 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 нью-йорк нью-йорк хорошо да я за это знаете хьюстон у нас проблемы алло это остров маврикий так ну что вводим данные и ангелина спрашивает про личную жизнь слушайте я прослушал нет проблем я для вас вместо рождения город омск вы просто уже сразу туда так ангелина 28 мая 1999 года пятница 23 20 омск омск близнец видите да ангелину интересует личная жизнь написала в отношениях сейчас не состоит очень здорово помните мы в прошлом году постоянно говорили о том что дайте нам больше вводных касаемо вашего вопроса чтобы могли более четко мы отвечать так что здесь как шахматисты нам нужна расстановка партии там мы просчитать могли раз конечно одно дело выдавать замуж или женить неженатых людей едет совсем другой наоборот ну что ж вернемся да в близнецах у правитель седьмого дома тоже близнецах но видимо сейчас не особо то и время правда сатурн тут ходил и не давал этих возможности да вот правильно коллега отмечает что буквально вот этой зимой и прошлым годом да было состояние когда солнце и меркурий который этим солнцем же управляет и управляет дисцендентом были полностью подавлены и мы согласны с вами ангелина что этот вопрос как бы перед вами стоял вот было тяжело одиноко и так далее ну вот как-то да не об этом речь давайте посмотрим когда будет более более приятное время да вы пока смотрите а я два слова еще скажу как ангелина значит ангелина смотрите у вас вот это соединение солнца-меркурия напротив плутона напротив плутона находится плутон это самая сильная планета карте рождения в гороскопе натальной карте и она напротив солнца дает очень большую энергию человек человек не знает иногда вот чего учебу сделать он был в худшем случае начинает со всеми бороться начинает значит делать так что он против всех состоит вот толпа коллектив с одной стороны этот человек с другой стороны то здесь надо вот как-то со своей психологии немножко поработать чтобы не лезть куда-то на рожон потому что у вас еще марс в зените находится в весах а вот в астрологии есть такие показатели достоинства например марс в зените это большое достоинство по жизни при котором человек может ухватить вот эту силу как меч а с другой стороны находясь в весах не всегда этим мечом и саблей можно управлять правильно поэтому надо вот свои силы каким-то образом распределять а венера ваш браке венера сейчас на нем станет вот ксения скажет с удовольствием а касательно марса просто этот меч это у вас коммуникация вы можете очень хорошо придумывать разные какие-то да словесные эти и общаться по-особенному с людьми плюс такая коммуникабельная девушка касательно да конечно про венера в раке сейчас добавлю хотелось бы просто заметить то что я вижу что ангелина достаточно смысле управлять первого дома в четвертом она вся в семью да то есть сам человек хочет управитель седьмого дома достаточно сильный подсвечен солнцем и поэтому конечно для него важного как бы этот вопрос собственно стоит в ее 25 лет я тут посчитала правильно сергей хочу 99 год может быть за лето математику забыла да в эти замечательные 25 лет венера в раке она очень заботлива она же хочет чтобы как эти знаете пледики каминчики чашечки красивые все что в домике было красиво и хорошо но напряженный аспект от марса и от юпитера говорит о том что возможно завышенные ожидания да возможно мужчину вот как-то встречаете вы достаточно таких нерешительных что ли да или которые много говорят назовем это так потому что он все еще находится в близнецах что говорит о том что мужчина очень коммуникабельного жизни и собственно на фоне как-то на бар как один разговор и остается ничего страшного я могу вам подсказку такую дайте сергей михалыч я думаю подтвердить что супруга вашего можете встретить на работе в текущем дне видите да сергей михалыч на работе прям при обычных рабочих каких-то обстоятельствах плюс вот та луна в скорпионе некую тревожность дает но при этом с тригоном на венеру говорит о том что вы все-таки за семейственность и будете в дальнейшем переживать касательно ваших семейных дел но эти шипашек видите еще от урана да с узлами до квадрат такой на луну то есть эта тревожность большая тревожность большая напряжение внутреннее большое надо с этим как-то справляться уметь по крайней мере не обязательно психологу бежать сразу да но как-то вот за собой следить в этом плане не то что ограничить а направлять вот эту тревожность вот эту силу умение чувствовать в позитивное русло да и в бытовом плане там может проиграться поскольку уран отвечает за друзей у вас достаточно сильное положение водолея имея такую квадратурную луну я бы сказала что вам бы не прочь чтобы ваши было бы здорово чтобы ваши друзья вам жаловались и рассказывать какие-то свои душещипательные истории жизни правда еще и тогда этот аспект или кармели хотя тогда друзья слова придется лишь убрать чуть-чуть поменять тип того и вы будете переживать за них и так ваша луна будет наслаждаться этим процессом но его посмотрите значит две управляющие планеты юпитер сатурн да у нас вокруг четвертого дома и значит кто-то из родителя может оба родителя очень давлеющие были очень с одной стороны заботливые могли бы быть с другой стороны очень давляющие вот с о том как папа мог бы здесь видите как бы проявить вот если мы с вами разговаривали мы спросили что там с папой да они все или с мамой не сильно ли они на вас как-то вот надавили на ехали вот в юном возрасте несете ли вы вот какую-то тревожность от родителей полученную в этом плане или какие-то установки которые родители могли вам вложить вот здесь тоже интересными ну однозначно интересно но это называется очень просто с простым словом сепарация ты уже сам ты уже взрослый правда да и вот венера конечно ваша находящиеся в раке ну вот она у нас будет спектирована какое-то время юпитером а перед этим надо посмотреть просто наверно это в следующем году следующий год до марс будет проспектирована юпитером это очень хорошее время для знакомства поскольку марс гороскопе женщина это мужчина и он здесь в важном месте находится очень но что интересно да как то я вот тоже так и вижу что юпитер будет переходить в следующем году в рака и однозначно потом уже после на венеру венеру будет хорошим аспектом до соединением поэтому думаю что личная жизнь здесь и будет да и если тут сейчас мы включим транзит чтобы посмотреть в конце концов где там у нас юпитер вот у нас сейчас в двадцатом градусе юпитер на дисценденте на дисценденте находится но это тоже не неплохое такое место тоже может задуматься о будущем вопрос бы задан 15 июня может быть действительно в течение лета потому что юпитер шел по нужным планетам что-то и состоялось мы с вами не знаем мы не знаем да и здесь если вперед там посмотреть то где у нас там юпитер окажется он приходит в июне следующего года вот он в двадцать пятом году где-то май июнь будет 25 год май июнь он аспектирует марс и все началось да и потом он доберется где-то к осени до венеры до венеры доберется потом развернется это очень хорошо когда он развернется на венеру станет это январь двадцать шестого года но там видите весь двадцать пятый год показано что у вас развиваются отношения особенно с конца весны но это не говорится о том что сейчас ничего не произошло может произошло произошло какое-то знакомство и вот сейчас это все будет развиваться так что ангелина можете добавить к вашему вопросу комментарии будет очень интересно послушать так переходим к следующему или номер телефона прямого эфира еще разочек сказать 8 911 3 2 0 13 77 номер телефона нашего прямого эфира так самим ваша давайте еще попросики давайте давайте марина задает вопрос марина родилась 24 правильно сделал извините 21 июня да отлично 24 февраля 77 года интересный вопрос как будто у нас такой уже был ну неважно добрый день значит зовут меня марина такая-то дата рождения ломаю голову переезжать на пмж московской области в августе 24 года или обождать ну давайте а когда заднем вопрос 21 июня давайте посмотрим давайте или обождать предложили новую работу в мурманске а я уже на низком старте смогу ли найти работу на новом месте жительства или все же остаться в мурманске подождать более подходящего времени ну давайте посмотрим давайте посмотрим интересно марина а вы нам потом ответьте как вы там приехали или нет так 24 февраля вы уже ввели до 77 7 20 утра но 720 а город мурманск подождать или обождать но я первое что вспомнила что весь август у нас был ретроградный меркурий там нара что-то тогда поменялось да вот я у меня половина вопрошающих спрашивают а переесть с чего это связано смотрите тут же философский но везде вот такой вот если раскладывать любой вопрос там все все равно какой-то вот философская такая такой подкаст образуется большой и здесь можно сказать что вот даже заглянув в карту марины во первых марина морская то как имя соответствует двойная рыба студент солнце в рыбах нептун в зените в стрельце да и луна в тельце сразу можно сказать что человек реагирует на погоду человек реагирует на погоду и как бы здесь не была хорошая работа как бы здесь не хорошо развивался город он хорошо развивается развивается север ничего не не скажешь такие люди выбирают климат они выбирают климат и климат для таких людей он имеет очень большое значение во первых вот этот арктический климат для них травмирующий вот можно назвать порядка там 50 травмируют есть статьи научные брошюры я занимался вопросом просто расскажите то интересно связи с переездом есть масса травмирующих факторов которые здесь вот например здесь недостаток кислорода делаться полярным шапкам воздух более разрежены мы как на высоте живем на кислород не хватает один фактор второй фактор холод у нас температура тела всегда ниже чем температура тела человека если они разок вот исследование были руки остывают лицо остывает общая температура тела снижается то есть процессы которые связаны с обменом нечистое там за виду идут неправильно потом посмотрите у нас ну два месяца может быть 20 минус 25 минус вот сможет быть по месяц у вас дома плюс 25 вы выходите из дома сколько раз и вы с плюс 25 на минус 25 50 закаленные мы перепад и я согласен в течение жизни у вас постоянно у нас в воде не хватает кальций у нас в воде нет кальций у меня сейчас слезинка потечет сергей металла я могу вам очень долго все это рассказывать и люди ну проводящие например летом на юге они чувствуют что организм их лучше себя чувствовать согласились за тавтологию но вот таким вот образом поэтому здесь вот для марины да вот этот переезд значим это первое дальше что мы видим еще значит юпитер был задействован юпитер очень черной луной до птицы но юпитер тут шел уран для ветер да то есть человеку хотелось что-то поменять хотелось юпитер отвечает за мц в том числе человеку могли работу предложить могли он хотел уехать он хотел уехать и вот что что-то новое сделать и поэтому здесь выборная настоял между вот этим комфортом климатическим и новыми возможностями которые были но поскольку юпитер с черной луной до все равно вот этот обман относительно работы внутренней какой-то самообман самообман но все мы самообманываемся да и здесь мы не должны забывать что по линии асцендент дисцендент и mc и c которые у нас под углом 90 градусов на севере находится идет сатурн который продолжает тут вот как бы давить еще в течение вот этого лета ну что можно вот общее общее значит вот какой муж может быть может быть человек значит остаться может может значит терпеть может вот терпение такое можно и наверное вырваться он сможет когда юпитер уйдет с вот этой полосы 14 градуса рыб а уйдет он оттуда ну наверно под новый год поэтому вот дойдет до 13 там уже куда к зиме то и папа уйдет под новый год так и еще можно посмотреть у нас плутон который в весах находится ничем ли он там аспектирован и уран 12 но поскольку они аспектированы юпитером и юпитер развернется но можно сказать что вот возможно вы под новый год и переедете ну вот мне бы так казалось это ходит до 12 градусов близнецов но он до плутона дойдет и что он трогал марс и возможно и марс и марс тронет но может там градуса не хватит до марса на плутоном тронет точно то есть на вот на наверно вы уже ну как бы одной ногой там и и если вы меня спрашивали я подумал что под новый год вы переедете у меня такая мысль возникла грубо говоря мы видим глазами марину или неважно человека то что с ним собственно и происходит вот она мы видим эту работу предложение да вот мы видим и желание переезда и здесь когда становишься возрослее старше просто отталкиваться от своих потребностей наверное правильно как что мне важнее эта работа или уехать если эти возможности представлены правда чем вот так вот сейчас бы мы приняли решение марине надо уезжать но если цитометия зови ну как бы чувствительность вот это то однозначно надо ехать если важнее престиж там или что там у вас на работе нет тогда работа но не знаю ведь все равно не в том зените все равно марины востребованная какая-то работа и она всегда на найдет себя да просто вот такой рыба и телец луна в тельце еще хочется стабильности да хочется постоянства хочется комфорта и вот начинает нагонять себе осмотреть крис квадрат какой большой марс нашу сатурн и уран то есть человек работоспособный ответственный и плюс к этому очень тревожный и тревожится он будет ли у него завтра кусок хлеба сможет тут юпитер 1 видимо с икрой надо да и вот такая нагрузка а сколько человек выдержит эту нагрузку а ясну явно что в любом случае в любом случае на юпитер у нас того квадрат имеется явно что сосудистая система у таких людей не в самом лучшем состоянии и сколько можно выдержать вот этой нагрузки ну тоже вот вопрос один очень хорошая звезда солнце находится а я заслуживание значит у меня альфа-лебедя альфа-лебедя да нет да и вот это альфа-лебедя это полет полет тогда и хочется куда-нибудь к морю к югу но не знаю давайте вот подождем может быть нам марина и расскажет марина расскажите нам в комментариях что там у вас творится нам было бы очень интересно так закончили закончили отлично переходим к следующему пожалуйста дорогие телезрители вы можете нам звонить прямой эфир задавайте вопросы вопросы номер телефона прямого эфира 8 911 3 2 0 13 77 сергей михалыч переходим к вопросу номер 3 вопрос да это оксана здравствуйте меня зовут оксана родилась оксана готовы да 15 января тысяча девятьсот семьдесят третьего года примерно с 14 до 15 но поставим 14 30 до 14 30 город мурманск хочу задать вопрос стоит ли сейчас менять место работы или нет с финансовой стороны зарплата будет выше или все же остаться на прежней заранее спасибо а вот интересно актуален этот вопрос или нет ну давайте смотри давайте смотри давайте посмотрим 15 января 1973 понедельник 14 30 мурманск подожди какой козерог сейчас я увижу эту красоту и вот вот если человек становится астрологом он начинает понимать вот других людей это очень интересно например вот человек стремится там карьере хочет много зарабатывать и так далее все его осуждают он карьеризм он карьеризм он карьеризм откроешь у него там козерог там дева мц там всякое такое и думаешь так он правильно правильно делать а другой я не хочу работать хочу лежать грустить и у него там рыбы телес это пожалуйста ты создан для того чтобы лежать грустить это твоя космическая задача не может выжить цель одного человека быть каким-то кто-то более патриотичный кто-то менее патриотичный кто-то к своей семье более относится у кого-то забота только о детях больше ему все равно не коммунизм не хотят строить никакой импланы чтобы дети хорошо жили да а кто-то вообще про детей забывает и как дети выросли живет в своем удовольствии по-разному люди устроены их осуждать вот за это нельзя они так устроены это их конституция можно сказать да но социальные нормы видите хотят нас всех под одну социальные нормы вот они в заповедях не убей не укради и так далее вот они социальные нормы а работать с девяти до восемнадцати это не история не история каждого человека да не каждый к этому способен и вообще даже вот люди которые занимаются антропологией они нам вот сейчас заявляют что раньше в каминном веке человек охотился один час в день или копал все остальное он занимался общением творчеством и ничего не деланием и веселился там надо будет почитать об этом посмотреть посмотреть так ну что ж к вопросу возвращаемся менять ли место работы с финансовой стороны зарплата будет выше или остаться на прежней прямо даже интересно остается ли на прежней управитель десятого дома сатурн с ураном в близнецах да а и там шла квадратура от скажите Сергей Михайлович было тяжело конечно тяжело и вот в этом году конечно вот эта тяжесть вся висит и не знаю что делать сейчас я вот тоже думаю потому что сам сатурн подавлен козерог сильно выражен да козерог управляется сатурном и человеку может просто он хочет как бы найти что-нибудь себе такое более комфортное ну получается да значит там не комфортно можно так понять что там не комфортно где оксана находится вот в том месте не комфортно да а не комфортно может и за денег не комфортно ну не знаю что делать значит на сатурне на квадратуре сатурна переходить будет нагрузка большая на новом месте но она будет до нового года до февраля эта нагрузка а потом она исчезнет нагрузка нагрузка исчезнет до сатурна подавленность сатурна уйдет но тут так интересно вопрос задан увеличится ли зарплата а что ж там будет ли зарплата выше вопрос на какой на новый старый вот этот вопрос от оксаны да да я поняла вас хочу задать вопрос стоит ли менять место работы с финансовой стороны зарплата будет выше или все же остаться на прежней просто непонятно надо узнать у работодателя запятая стоит или все же остаться на прежней запятая зарплата будет выше вот видите хочу задать вопрос стоит ли сейчас менять место работы или нет С финансовой стороны зарплата будет выше, знак вопроса, или все же остаться на прежней точке? Ну, вы знаете, вот из личного опыта работы с людьми могу сказать, что вот когда такая ситуация идет, и человек просто чувствует себя плохо и хочет куда-то сбежать, ему говоришь, потерпи до Нового года, а там присмотришься, потому что зачем сейчас что-то менять? Во-первых, Сатурн давит, потом Юпитер зайдет в рак и будет оппозиционировать к Козерогу. Да, да, к всему стилю. Лучше вот сидеть на своем месте, прятаться и не высовываться, получать свою зарплату год-два, а там посмотрим. Но, во-первых, скорее всего, надо дотянуть до Нового года и там решать. А сейчас, если резко менять, будет нагрузка большая, адаптация тяжелая. Тяжелая адаптация, и Марс тут видно, да и вообще надо дождаться хорошо, чтобы Сатурн до конца вышел в Овна, а это будет даже не в следующем году уж, если честно говорить. У нас же весной он перейдет, буквально 2 градуса и вернется обратно в Рыбу, правда? Чтобы избежать этой излишней нагрузки, которая совершенно ни к чему. Ни к чему. И Сатурн пойдет, потом Сатурн, смотрите, Вовен, когда перейдет, он же Козерог будет утюжить со всеми силами. То есть, смотрите, если вам нужна карьера, вы хотите кого-то победить, достичь, влезть в бой, тогда, наверное, надо переходить и искать себе приключения. Если вы хотите спокойствия, вы хотите спокойствия и стабильности, пока лучше ничего не делать, присмотреться. Да. Просто действительно, потом еще Сатурн будет делать квадратуры, правда? Да, поэтому, ну и тут изначально-то тоже напряжение, тоже человек работоспособный, с нагрузкой там себя в руки взять, да, там, вот таких же людей используют всегда. Вот мы предыдущую карту смотрели, вот эту смотрели, когда очень много вот этих черных всяких квадратов, то есть человек очень энергичный, он энергию эту куда-то тратит. Таких работников любят. Ну да. А когда там все мягкое, мягкое и такое, таких работников не любят. Что-то у вас очень много в карте тригонов, не буду вас брать на работу. Да, так меня и не берут, никто на работу. Да, кстати, в ЧАР службах, в отделах кадров обязательно нужен штатный астролог. Так что он натворит, знаете, каких бед? Каких? Вот, например, смотрите, я вот давно с этим вопросом вот живу в голове и отказываюсь от того, чтобы работников подбирали астрологи. Так. Потому что вот человек какой-то, ну, он же не очень хорошо работает, да, и он на эту работу устроится. А может, ему там детей кормить надо или еще что-то. Он посидит два года, вот сделает какие-то свои дела. Какой его человека любит? Может, ему по судьбе надо, чтобы он ничего не делал, да, и чтобы денежка у него вот пожить была. А мы назначим там одного карьериста, второго там активного, а эти-то куда пойдут? Ой, тоже дело говорите. Ну, не знаю, ладно, смотри, не надо. Это как все захотят вот рожать мальчиков. А где потом взять девочек? Куда их деть? Все захотят, да. А природа нам не позволяет. Природа сама знает, она сама разберется. Но уже когда там взяли человека, взяли человека, уже можно посмотреть, что они о него уже дать, да, какие задачи ему ставить, как правильно его использовать. Согласна. Все хорошо, отменяем. Не берем на работу астролога в отдел кадров. Продолжаем. Нет, берем, но... Ну, не слушаем. Нет, как-то астролог должен, значит, наверное, давать такой совет, что этот человек может принести компании, да, вот так вот отвечать. Ну, вы имеете в виду взять таланты данного конкретного человека, да? Да, использовать его качества. То есть не то, чтобы не решение брать, не брать, а именно его какие-то таланты. Его таланты, конечно, да. Да, это круто. Потому что организация, она как? Мы хотим вот эту вот ячеечку заполнить чем-то, да, поставить туда вот какой-то винтик, а может там болтик, понимаете? Или в отделе логистики стало очень скучно, и должен какой-нибудь штатный томадо. Берем льва. Да, да, льва с пятым домом, да, и он нам, мало того, что он там будет еще, он будет там собирать деньги на мероприятия. На мероприятия, да. Будет негласным лидером, как Шурочка из служебного романа. Да, 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 я про это и говорю. Идите вы в бухгалтерию. С конем крылатым. Посмотрите, здесь еще и Питер, солнце, Мооксаны, да? И вот эти люди должны что-то возглавлять, что-то там приносить. Я согласна полностью, у меня очень эти квадратуры с оппозицией, то есть я вообще подумала про бизнес какой-то строительный, что-то такое, но у нас опять водных никаких нету, поэтому... Может, в бухгалтерию, идите в бухгалтерию. Нет, ну тут может быть все, что угодно, да, в зависимости от моды, на какое было образование. Я вот это не знаю, рассказывал я вам, не рассказывал, вот меня иногда, ну, бесит, в астрологии нельзя говорить, никто меня не бесит никогда, просто удивляет военный. Например, он закончил какое-нибудь пограничное училище, да, и вот, говорю, когда его из этого Бариксоглебска куда-нибудь переведут. Извини, мой дорогой, ты заканчивал пограничное училище, ты думал, ты в центре Москвы будешь служить? Вот так вот хочется сказать. Да. Ты где должен служить? На границе. Граница – это всегда тьму-таракань какая-нибудь. Ну да, согласен. И так далее. Или там, допустим, врач, да, и говорит, тоже закончил, зачем ты тогда заканчивал, если ты понимаешь, что ты не будешь никогда работать. Сергей Михайлович, так может проблема как раз-таки в профориентации, что к 17-18 годам мы должны каким-то образом решить и выбрать профессию, которая будет кормить нас всю оставшуюся жизнь. Но это я не видела вот, наверное, не разу, только если на докторах. Если кормить, если пользу приносить обществу и так далее. То есть человек не видит себя в этой профессии, а учится хорошо по биологии, да, и поступит. А тот, кто может по биологии чуть похуже, да, на ступенечку ниже, да, он не поступит, но он работать хочет врачом и помогать людям. И у нас этот вопрос вообще никак не разрешен. Поэтому простим пограничника. Простим, мы все прощаем, мы никого не... Да, потому что Самарское цирковое училище, может быть, он об этом мечтал и в Сочинском цирке, на конях с сабли скакать, а тут более престижную работу. А здесь, видите, что получается, да, а там, может, родители, там, Плутон в четвертом доме стоит в Сатурном, да, и там папа пограничник, да, он границу защищал, и дед пограничник, и прадед пограничник, да, его просто пинком туда раз, и все. Ну, интересно тогда. Может быть, видите, а эпоха водолея, каждый хочет проявиться, каждый хочет, как он хочет. Да, но в своем ритме. Водолей, он же не терпит вот такого объединения, как там, там, в начале 20 века, вот мы только эти, или только эти водолейщики говорят, я свободный, я гражданин мира, и таких больше, больше, больше становится. Угу, и это прям очевидно. Это очевидно. Ну, и какая-то внутренняя свобода все хотят, да? Так, ну что, переходим к следующему. Мы стараемся хотя бы с астрологической точки зрения чуть-чуть подраспутать. Переходим к следующему вопросу. Давайте. Так, следующая у нас Анна на очереди. Анна родилась 25 апреля 92-го года в 15.05 в городе Мурманске. Отношения продлились. Что ждет Анну в личной жизни? Спрашивает Анна. Нас. Ну-ка, ну-ка. Очень интересно. Сейчас. 25 апреля 92-го. Так, 25 апреля 92-й. 1992-й. Время 15.15, да? А тут у меня... 15.05. А, 15.05. Все, это просто у меня уже. Так, 25 апреля 92-го, 15.05. Ну, это была суббота, да. Суббота, 26-й. А суббота, 26-й. А суббота, 26-й. А суббота, 26-й. А суббота, 26-й. Ага, 25-й, 04-й, 92-й. Так, ну что ж, что ждет в личной жизни? Смотрим личную жизнь. А Луна, Водолей, Сатурн в соединении. Прям вот неужели стоит креугольный вопрос в личной жизни? Что у нас сегодня все Сатурн с Луной в соединении. Как-то эти цены, да. Почему? Подумаем. Так, где Луна на Луне? А там Луна будет аспектировать Сатурн. Вот и все. Так, значит, Анна, да? Анна у нас асцендентный лев, управитель Солнца. Управитель асцендента Сатурн. В напряженном аспекте они, да, к друг дружке? Еще раз проверим. Ну, Луна, Луна вот больше к Солнцу, конечно, Сатурн. Тут трудновато, Луна к Солнцу. Марс, рыба, 22-й градус. Ну, тут надо спросить, вот, знаете, вот шел Нептун по Марсу. Вот у нас первый вопрос. Это года 3-4 назад. Во-первых, что там было, да? Ну, она пишет нам о том, что они недавно расстались с молодым человеком, отношения продлились 8 месяцев. И сама она в разводе. Вот, вот там любовь какая-то была. Где у нас развод? Значит, Водолей, да, здесь Водолей. Сатурн тут подбивается к Седьмому дому, да. И, значит, где у нас Уран? Уран с Нептоном в соединении, в квадратуре к Луне. Вот она за Седьмой дом отвечает. Наверное, развод был, когда что-то там заделали. Когда мог Сатурн идти по Козерогу, встать на Уран, да? Ну, вот так предлагается, да? Можно так, квадратура на Венеру. Или там, или сам на себя встал, или в районе 30 лет сам на себя встал, или сразу после 30 лет могло что-то быть. А сейчас Сатурн встал на Марс. Встанет. Он вставал, по-моему, на 22-й градус? Да. Не дошел, сейчас не посмотрим. Далеко так он уже раз и ушел. Ну, это сейчас что гадать? Да, слушайте, вот видите как. Так, ну а что? Внутренняя потребность в свободе. Эмоции до конца не выражать. Некоторая поспешность в выборе партнеров в Венере вовне находится. При этом очень романтичный Марс, идеализирующий партнера тоже, опять же, да? При этом Солнце само-само, Анна, стремится к спокойной такой жизни достаточно, да? Что за? Хочу посмотреть. Дошел ли он до 22-го градуса? Дошел ли он до 22-го градуса. И Венера, видите, находится в аспектах напряженных к Урану, к Нептуну. То есть как-то может, насколько резко освободиться от отношений, настолько резко к них живой сил? Нет, не дошел. Не дошел. Ну вот я помню, что ты далеко вроде не уходил. Ну, еще пройдет тогда Сатурн по Марсу. А Марс все-таки как элемент седьмого дома и как мужчина вообще в карте живущий. Да, то есть может быть, потому что все равно Юпитер, наш дорогой Юпитер, он у нас проходился к Луне Тригоном, к Меркурию. А к Венере только, видите, в следующем году он. Да, он разворачивается в 21-м. Тут скорее как-то больше про службу, про работу. Юпитер хороший аспект на шестой дом, да, и на Сатурн с Луной. И, наверное, здесь надо было бы работой больше подзаняться, прошедшей, по крайней мере. Ну, наверное, да, вот надо подзаняться работой немножко. Не трепаться этим мозгом. Значит, дождаться весны, следующего года весны. И там уже попытаться что-то сделать. Но если вы там думаете, что на вас что-то проклятие какое-нибудь, что-нибудь такое, ничего-то этого нет. Это всё у вас нормально, необычный как бы человек, свободный, свободолюбивый может оказаться, да. Сильно его, значит, в удела или как в оглобле запрягать не стоит. Не стоит. Потому что он может убежать. И здесь просто надо аккуратненько, аккуратненько вот таким вот образом с ним действовать. Наверное, так. Ну, ещё немного, Анна, ведь достаточно уперто в своих убеждениях. Ну, я беру в плане Солнца, да, в фиксерном знаке, в девятом доме. Тут вот тоже как-то с этим... И квадратура на Луну. Да, и Сатурн подали Луну, да. А, и на Луне Лилит, которая даёт беспокойство, крайнее беспокойство людям. Ну, здесь должно быть очень много дружеского общения, на мой взгляд. Вот. Вы, я думаю, что вы очень правы в этом плане. Давайте начнём дружить пока. Да. А там уже посмотрим, куда это перерастёт. Это может очень хорошо перерасти следующей весной ближе. Да, и плюс к этому Нептун, он всё-таки уже покидает рыбы, и будет находиться всё долгий срок в Овне. А у вас здесь и Венера, и Меркурий, в принципе, и хороший аспект на Луну. В принципе, о какой-то семье мы можем говорить. О стабилизации. Да. В лучшем случае, если вот эту тревожность вашу и желание сделать по-вашему, ну, как-то... Ну, у вас Марс в рыбах, похитрее надо быть. Похитрее, да, там, похитрее. А Венера в Овне, она управляет телецом. Телец сам упёртый, а ещё Овен тоже лбом бьётся. Надо похитрее. И расстраиваться тут не надо. Надо просто так вот как-то в работу сейчас, в достижение своей, в развитии вложиться, и там следующей весной ближе к лету посмотреть, чем это приведёт. Ну, в позитивном плане имеется. Да, в принципе, Венера в Овне – это же девушка с огоньком, так что... С огоньком и похитрее. С огоньком и похитрее, да. Наша вам рекомендация. Да. Ну, в принципе, тоже очень интересный гороскоп. Вообще, все гороскопы очень интересны, все очень интересны. И в них можно очень долго сидеть, разбираться. Вот особенно интересно, если говорить с Кверентом непосредственно о его жизни. Кверент – это человек, который вопрошающий к астрологу, да. Вопрошающий, да. И вообще, вот чем интересна астрология? Вот кто про вас, вами, будет вот так настойчиво заниматься, изучать, расспрашивать, интересоваться, кроме астрологов? Да. И, как говорится, подсветить нужные моменты. Какие перипетии находить, как они действовали, к чему они вели, в этом же тоже интерес астрологии. И людям это нравится. Ну, конечно, кому-нибудь нравится. Это ты как будто и у психолога находишься, и, не знаю, у коучера крутого, да? Ну, наверное, психология, конечно, в астрологии присутствует, но у нас… Изучать все объекты, я именно по психологии, да. Свои, свои там закономерности. Мы же с какими-то датами работаем, а вот в это время что происходило, а вот в это время что происходило. Это же психолог просто скажет, происходило, не происходило. А нам-то надо время, нам точку надо поймать. Да, конечно. А что вы делали на вот этих вот транзитах? Ну, очень интересно, да? Да, очень. Бывает, так увидишь, человек про одно спрашивает, а ты ему говоришь, слушай, 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 а вот пять с половиной лет назад тут такое, вот такое показано, вот расскажите, потому что очень интересно. Согласна. Здорово. Мы успеваем еще один вопрос разобрать? Нет, мы успеваем, мы оставим его на следующий раз. Дорогие телезрители, в следующий понедельник просто будете более активными. Звоните нам в прямой эфир по номеру 8-911-300-1377. И напоминаем, что в замечательном телеграмме теперь мы тоже есть. И вы можете наслаждаться прямым эфиром прямо в вашем телефончике. И смотреть программу «Знаки». А мы с вами прощаемся. До следующей недели желаем вам всего хорошего. И отлично провести на Волуне, что-нибудь задумать и к чему-то прийти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова